Какую профессию выбрать? Для старшеклассников этот вопрос особенно актуален. Чтобы будущим выпускникам было проще определиться со специальностью, в школах проходят открытые уроки проекта «Кадры». Он реализуется в рамках муниципальной программы «Молодежь Самары», рассчитанной на пятилетку до 2018 года. Эта программа способствует успешной социализации и самореализации молодежи. На открытых уроках представители крупных предприятий города рассказывают о возможностях, которые есть у молодых специалистов. Мы приглашаем школьников 8-й или 10-й класса к нам на экскурсию. То есть они приходят к нам на предприятие. Мы им рассказываем про историю, показываем музей. У нас очень хороший музей. И вводим в один-два цеха, чтобы они на практике посмотрели. Познакомились с такими же молодыми ребятами, которые после техникума, после вузов пришли. Открытые уроки в самарских школах будут проходить до конца года. Планируется, что такие познавательные встречи посетят больше двух тысяч человек. Некоторые же до сих пор не определились, чем будут заниматься в жизни. Поэтому нужны. Сейчас тоже буду слушать внимательно. Может, передумаю. Точно выбора так еще не сделаем. Крупные самарские предприятия уже давно сотрудничают с молодежным центром. Только в этом году за лето на производство устроились более 500 школьников. Работали помощниками специалистов, подсобными рабочими уборщиками. Возможность трудоустроиться есть и сейчас. Сейчас, также на осенний период, у нас также идет набор желающих поработать в течение буквально до трех недель. Свободное от учебы время на том или ином предприятии города. Получить заработную плату. В этом году она рассчитывается из расчета 7500 рублей за полный отработанный месяц. Но, конечно же, основное – это профессиональный опыт, знакомство, контакты, которые получает подросток, приходя на то или иное предприятие города. Подробную информацию о вакансиях можно узнать в молодежном центре «Самарский». Лариса Шлафаст, Артем Сулайманов, События.